Христос воскрес, дорогие братья и сёстры, и Он воистину воскрес. Иудеи празднуют Пасху из века век, свидетельствуя всему миру о силе Божьей любви к своему народу, о величии Бога как Творца, вспоминая те чудеса, которые происходили в реальности. Эти чудеса происходили для освобождения Израиля из рабства. И как продолжение этой Пасхи происходит пасхальная история, где более двух тысяч лет назад еврей Иисус Христос, Сын Божий, был распят. Пролилась Его кровь. Пролилась Его святая кровь на кресте в искуплении каждого грешника, смертника, чтобы дать Ему рождение свыше, воскресение в вечность, оставив за Ним свободу выбора. Каждый год в осмыслении этих событий для нас раскрывается глубже истина Божьей любви к людям, грешникам. И во время пасхального служения по католическому календарю мы прочитали Евангелие от Иоанна 18-19-20 главы в честь начинающихся пасхальных дней и размышляли о том, как Христос принял смерть. А вот во время празднования Пасхи по православному календарю наш пастор, богослов, духовный наставник решил продолжить размышления уже над воскресением Христа из мертвых. Пастор Абай начал свою проповедь, напомнив, что Иоанна со временем сформировался философский взгляд на жизнь Иисуса. Его Евангелие было последним. Первые три Евангелия от Матфея, Марка и Луки были написаны до него, задолго до него, как бы по горячим следам тех событий, которые были связаны с жизнью Христа. Написание Иоанна 4-го Евангелия было продиктовано временем, чтобы взгляд на события, пасхальные события христианской Пасхи остался для потомков более полным. То есть он описан был бы с четырёх сторон, с четырёх сторон света. Иоанн прожил долгую жизнь. Он был учеником Иисуса Христа, служил верующим, служил людям и умер в старости, в ссылке. Он не принял мученическую смерть за Христа, которой прославили Господа другие апостолы. В конце жизни Иоанн жил в Ефисе, где проживало много греков. А греки любили логически осмысливать всё вокруг – жизнь, исторические события и, конечно, веру в Христа. Они принимали не только сердцем, но и разумом философски, осмысливая благую весть. Греки задавали Иоанну вопросы о жизни Иисуса, о том, что он проповедовал при жизни, о его смерти, о воскресении и обещании вечной жизни. И вот, общаясь с греками, Иоанн сам учился философски обосновывать то, во что он, как апостол, уверовал сам. И под влиянием греческого мышления Иоанн переосмысливает жизнь Иисуса и его роль, как его ученик, как мыслитель. Греки по традиции просили Иоанна написать такое Евангелие, в котором бы говорилось о жизни, смерти и воскресении Христа, то, что не вошло в Евангелие от Матфея, Марка и Луки. Иоанн в этом Евангелии представлен как выходец из рода священников, видимо, по материнской линии, если бы он по отцу был священником, то должен был служить в храме, но он в храме не служил и хорошо знал Писание, имел священническое образование, но не фарисейское, как у Павла, а менее утонченное образование, как бы образное. Про учеников Иисуса в деяниях говорилось, что они люди и не ученые. У них не было ни фарисейского, ни базового греческо-философского образования, только сельское образование, которое им давали раввины. Апостолы хорошо считали, писали на еврите и с детства слышали еженедельные проповеди в синагоге. Вот имея такое базовое образование, Иоанн общается с греческими философами, и его взгляд на жизнь и служение Христа становится более философским. Вот как мы можем об этом судить? Во-первых, в первых трех Евангелиях описывается человеческий ужас Христа перед смертью, его смертельную тоску и страдания, когда Иисус исходит каплями пота с кровью, когда Он просит Бога Отца принести чашу страданий мимо Него, но при этом Он говорит, «Только если на то будет твоя воля», обращаясь к Отцу Небесному. Потом мы слышим, как Он кричит на кресте, «Очи, очи! Почему ты меня оставил?» В этом крике одиночества, разочарования, отчаяния. А во-вторых, какое отношение Христа к смерти описывается Иоанном в своем Евангелии? Когда мы прочитали на служении уже в Бельгии, восьмую, восемнадцатую, девятнадцатую главы, я спросила увидеть, что Он чувствует. Он говорит, чувствует, я чувствую себя хорошо. Вот, читая эти главы от Иоанна, у нас складывается такое впечатление, говорит пастор Абай, что Иисус как будто не боится смерти. Есть покойствие, что все у Него под контролем. Нет ощущения трагедии, и создается впечатление, что Иисус идет на смерть, как режиссер своей смерти. Пилат оказался не тем, кто режиссирует происходящее, а он исполняет написанную для него роль. И вот вернемся к Писанию, к разговору Пилата с Иисусом. Восеннадцатая глава, тридцать третий стих. Когда Пилат опять вошел в фриторию и призвал Иисуса, и сказал ему, «Ты царь иудейский?» Так начинает допрос Пилат, как актер, а Иисус, как режиссер, начинает вести свое расследование. Иисус отвечал ему, «От себя ли ты говоришь это? Или другие сказали тебе обо мне?» Пилат отвечает, как бы оправдываясь, «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» На самом деле, Пилат мог бы не отвечать на вопрос Иисуса. Он мог запретить Иисусу вообще задавать вопросы, а разрешить ему только четко отвечать на те вопросы, которые ему задаются. И вот Иисус говорит, «Царство мое не от мира сего». «Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Иисус говорит Пилату, что его царство выше, чем у самого Пилата, чем у самого императора. Император представлял высшую власть на земле, а царство Иисуса не от земли, не отсюда. Как раз была эпоха расцвета Римской империи, и ни один другой народ, кроме римлян, не имел власти на земле, такой, как имели римляне, Пилат сказал Иисусу, «Итак, ты царь». Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь, я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине всякий, кто от истины слушает гласа моего». И в этот раз Пилат получает от Иисуса конкретный ответ, что он царь, только другого царства, которое выше земного. Иисус признает себя царем, которого не назначил Рим. Но если сам Пилат признает Иисуса царем, то Иисус согласен быть царем Иудея. Что мы читаем дальше? Потом Иисус признает, что Он родился, чтобы возвещать истину. Иисус стал говорить об истине, которая выше всех земных истин. И это означало, что Его надо слушать, ибо Он знает истину. А Пилат не знает истину. И вот опять властная структура Пилата и Иисуса переворачивается с ног на голову. И Пилат в этой структуре оказывается внизу, Иисус наверху, хотя Пилат судит Иисуса. И тут Пилат сказал, как бы риторически, что есть истина. И сказав это, он опять вышел к Иудеям и сказал им, я никакой вины не нахожу в нем. Пилат в отличие от Иоанна, апостола Иоанна, образованный, он знает основу философских споров, а также он знает о бесконечных спорах между философами, которые не могут прийти к единству, спорах об истине, ибо философии принято считать, что истина относительная, никто не знает абсолютную истину. Поэтому Пилат и не дожидается ответа от Иисуса о том, что такое истина, которую он знает. Он понял, что Иисус – философ, а философ не судится за его поиск истины и мысли вслух. Пилат выходит к народу и называет Иисуса царем иудейским, как бы в игровой форме дает идеям иудеям царя. Вот, смотрите, у вас есть царь, которого вы хотите распять как разбойника, но евреи не признают Иисуса своим царем и просят Пилата его распять. За что? За кощунство, ибо он назвал себя сыном Божиим. «Услышав это, Пилат сильно перепугался». 19 глава, 8 стих. «Пилат, услышав это слово, больше убоялся. Почему же он испугался?» Пилат был язычником и признавал, что боги иногда приходят к людям. И если человек плохо поступит с богом, то ему не сдобровать. Пилат воспитан на этих мифах. На этих мифах, которые вошли в культуру греков, где говорится, что боги могут посылать к людям и своих сыновей, рожденных от женщин. В древности Греции считалось, что Аполлон, сын Зевса, рожденного от земной женщины, а Дионис, бог веноделия, также рожденный от земной женщины, и они приходили к людям. В это греки верили. Хотя философы эти мифы высмеивали, но мы видим, что Пилат испугался, когда он услышал, что Иисус говорил, что он сын Бога. И тут опять переворачивается иерархия власти, и Иисус вновь оказался выше Пилата, потому что он говорил о себе как сын Бога. И опять Писание. И вошел Пилат в приторию и сказал Иисусу, так, откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пилат хотел удостовериться, точно ли Иисус сын Божий, но Иисус не дает ему ответа. И Пилат выходит из терпения. Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь, не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имеют пустить тебя. Пилату приходится угрожать, оправдываться, объяснять Иисусу его положение и свое. Хотя и так известно, что у Пилата есть власть решать судьбу Иисуса. Ведь он в Иудее является лицо римской власти. И теперь он хочет утвердиться в этой власти. Иисус отвечал Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе. Мы видим, Иисус даже оправдывает Пилата, что в его смерти будут виноваты другие иудеи и священники. Но Пилат пугается еще больше. Стих 12. Из того времени Пилат желает отпустить Христа. В этих стихах видно, что теперь Пилат евангелизирован полностью, иудеи кричали ему, если отпустишь его, ты не друг кесарю, всякий делающий себя царем противник кесарю. Пилат им открывает Христа, каких царя, но иудеи кричат возьми и распни его. Тогда Пилат спрашивает у народа иудеи. Царя ли вашего распну? Он уговаривает народ не делать зло Христу. Ведь он слышал от Христа, что ответственность за его распятие Иисус перекладывает с него на народ иудейский, на его священников, на тех, кто привел его на казнь перед Пасхой. Первосвященники отказываются признать Иисуса своим царем и говорят «У нас нет царя, кроме кесаря». Теперь Пилат спокоен. Евреи добробольно приняли ответственность за смерть Христа на себя. И здесь показана игра в футбол, перекидывание мяча из одних ворот в другие. Над Пилатом есть высшая власть. Это кесарь, который может его по доносу евреев снять с должности или даже обвинить в измене, так как Пилат не распинает мятежника Иисуса, а не распинает почему? Чтобы вместе с ним поднять народ против императора. Так сильно евреи его запугали. И тогда Пилат говорит «Пусть будет как будет, как хочет народ». Он умывает руки. Но мы знаем, что прежде его напугали слова Христа о своем божественном величии. Но Христос снял с него вину. И эту вину он перекинул на первосвященников, которые признали, сказали, что у них нет другого царя, кроме царя Кесаря. Стих 16. Тогда наконец Пилат предал Христа народу на распятие. И взяли Иисуса и повели. Вот в этой истории проявляется Иисус как режиссер. Он позволяет себя распять. А Пилат и первосвященники всего лишь актеры его божественных сцен, у которых нет никакой ответственности, ибо они делают только то, что им предписано по сценарию. Так Иоанн видит и таким показывает он нам Иисуса, как режиссера, который играет в своем театре и не боится ничего, что произойдет с ним. И его актеры в принципе не боятся исполнить предназначенную для них роль. Ведь они только актеры и будут наказаны ну понарушку, когда вместо крови потечет кетчуп. А все подумают, что кровь. Иоанн в своем Евангелии как бы забывает человеческие страдания Иисуса, его ужас перед смертью, перед страданием, его тяжелую молитву с потом и кровью. Иоанн за годы общения с философами стал более осмысленно смотреть на смерть Иисуса. Самое главное для него, какой исход был у этого распятия Христа. А этот исход, исход, этот исход торжество жизни, торжество вечности, торжество Бога. Когда-то мы говорили с моей младшей дочерью, она только приходила к вере. В церковь мы ходили с ней, когда она была маленькая, потом был период подростковый, когда она уже самостоятельно принимала решения. И вот однажды во время Пасхи она говорит мне с таким сожалению, что она это говорит мне, мама, ну, что такое Иисус? Он даже себя спасти не мог. Ну, дал себя распять. То есть в нем нету силы. Но это было давно. Теперь мы понимаем, это торжество Христа. Иисуса Христа, Сына Божьего на Христе. Вот такое торжественное восприятие смерти Христа есть у нас верующих и должно быть. А каким был Иисус в реальности? Как человек, он боялся смерти и страдал. У него были страсти, искушения, но как Сын Бога, он смог все это преодолеть, не сбежать с Христа, когда его уговаривали не скрыться от казни. Он не предал свою миссию, а выполнил ее до конца. Хотя он мог бы повести себя как Петр и сказать, о, нет, я не тот, до которого меня выдают враги. И вести себя естественно, как обычно ведет себя человек, но в действительности его дух силен. Сильна его решимость. Его решимость в твердости укрепляется с каждым приближением к смерти. И в момент исполнения воли отца он спокойно дает себя убить за грешного человека, чтобы их вина, чтобы принять вину грешного человека на себя и через это дать спасение каждому, кто поверит в эту жертву его, чтобы разделить с ним вечность и вместе с ним творить новую жизнь, где искушения теряют свою воспитательную силу, ибо человек освобожден от греха. Так Иоанн принимает и описывает образ Христа в своем Евангелии, как образ Божьего Сына в человеке, осознанно исполняющий свою роль до конца по сценарию спасения человека, любимого творения Бога, спасения его от греха, от наказания. Ибо из-за греха в мир вошли смерть, зло, во всех его видах. Этот божественный сценарий был задуман Святой Троицей и исполнен Сыном Бога, ставшим человеком. И в этом сценарии участвовал и народ, народ иудей и пилат язычник. И пастор Абай, закончив проповедь, обратился к нам, чтобы мы могли высказать своё мнение. Мне лично было удивительно увидеть Иисуса цельным, что Иисус не разделился в себе, что было бы вполне возможно, если бы он сохранил ибо он в себе имел стопроцентного человека и стопроцентного Сына Бога. Но вот двести процентов как-то не укладывается в сознании. И для меня всегда есть разделяющая линия. Вот это божественное, это человеческое. может быть это человеческое несовершенство, что проявление этого, что это проявление нашего несовершенства, логического мышления. Постоянно видеть эту разницу между божественным и человеческим. И поэтому те, кто видел смерть Иисуса на своих глазах, они видели человеческое, больше человеческое в образе Христа. И только уже со временем открывается его божественность. Ведь мы в жизни тоже видим, как человек в семье он один, в обществе другой, где-то в чужом обществе третий. И мы видим, как человека раздваивает власть, богатство, хотя у него доброе сердце. И это доброе сердце обычно видит иногда только мама, а вот зло видят все другие. То есть всегда это есть разделение божественного и человеческое, потому что человечество находится как бы в грехе, зараженным грехом человечества, зараженное грехом. И пастор Абай продолжает проповедь. Иисус он един. В первых трех Евангелиях показано в начале страдания Христа как человека, а потом его спокойствие как тот, кто исполняет заранее подготовленный Божий план, сам будучи Богом. Да, у Христа есть смертельное искушение, тоска, страх, страдания. Был момент, когда две идеи в Иисусе как бы боролись, человеческое и божественное. Этот момент, когда он просил у Бога, просил у Бога принести чашу страданий мимо него. Но после молитвы мы видим исцеленного Иисуса, то есть его исцеленное единство. Теперь у него есть твердая решимость принести за нас искупление, дать нам искупление от грехов. То есть его раздвоение закончилось и после молитвы он целостен. Это состояние духовности Креста отражают первые три Евангелия. А в Евангелии от Иоанна он уже един с самого начала, то есть человеческое и божественное, в нем соединено целостности с самого начала. У Иоанна есть то, что Иисус принял решение стать жертвой во спасение грешного человека еще до своего рождения вечности. Поэтому перед распятием он держится того решения, которое он принял еще до своего рождения человеком, когда он был на небесах, когда он был с Богом Отцом и Духом Святым и они составляли вместе план спасения человека и в этом плане мы входим в Божью семью, как спасенный Божий народ. Мы люди, в нас есть человеческое и божественное, так думаю я, так есть в Писании мы созданы из праха земного, но в нас был Дух Божий. Бог вдохнул нам своего дыхания, Божьего Духа. Но это единство в жизни нам не в силах удержать и Дух Святой нас объединяет с Христом, когда Христос на небесах, Он объединяет нас как Божий народ по благодати. Ну, я думаю, что вот Израиль был, наверное, Божьим народом по закону, а мы по благодати христиане. Мы нерождённые Сыны Божьи в своей мирской жизни. Мы рождённые свыше и стали детьми Божьими по нашей вере. Нам это единство с Божьим Сыном надо принимать сердцем и умом. И вот мой вопрос. Верующие объединяются Церковью. А как мы объединяемся в миру? пастор Абай говорит, что в Евангелии Иоанна Иисус говорит «Разрушите храм Божий и я в три дня восстановлю». Иисус видит своё тело как храм Божий. Мы являемся телом Христа. Здесь тоже есть и теологические и мистические идеи, которые проявляются в практике христианства. Апостол Павел говорит, что мы все тело Христово, а порознь его члены. В своей жизни мы нашу божественность чувствуем редко, как и наше спасение вечности. Это я говорю потому, что я наблюдаю. Иногда вера как одежда, вот которую одевают в церковь или в собрание верующих. Но суть одежды верующего это не то, что можно снять и одеть. Суть одежды верующих, когда мы меняем своё мышление, свой образ жизни. И это уже не одежда, а это наша суть человеческая, людей спасённых во Христе. И вот после этих размышлений по этой проповеди мне стал больше понятен Иисус. Он стал мне роднее. Теперь я понимаю, что мы не всегда и не сразу видим истинную картину спасения человека, а только в общении с Ним. Ведь мы не можем увидеть полный образ Иисуса в трёх Евангелиях. Его надо было дополнить и Евангелем Этиана, так же и в наших отношениях с людьми. Только Иисус знает, что находится на сердце у нас и у наших родных, близких, знакомых. Сам Пилак сказал, что он согласен, что есть истина, но где она? И после разговора с Иисусом он прозрел. Это потрясает. Я думаю, что если на его месте был человек, не привыкший мыслить самостоятельно, а человек, зацикленный на правилах и привычных истинах, то он бы так не прозрел. Он бы не понял, что Иисус, которого ведут иудеи на распятие, это царь их, сын Бога. И он бы не смог исполнить эту роль. Теперь для меня Иисус не жертва в божественном понимании этих событий, но он был фактической жертвой за человека грешного, который живет в мире, где царствует грех. Пастор Абай говорит, сценарий спасения человека от смерти за его грех осуществлен. И все участники, они выступали по свободной воле. Нигде не было насилия над человеком со стороны Бога. И в этом сценарии колеблется только Пилат, которому Иисус по крохам открывает истину, чтобы тот не передумал и не отказался его казнить. В первых трех Евангелиях Иисус Пилатом практически только молчал, а вот Евангелие от Иоанна Пилат был полностью евангелизирован. А к евреям Иисус в этих паскальных событиях даже не обращался в первых трех Евангелиях и в четвертом тоже, потому что он знал, что иудеи его точно распнут, даже если Пилат бы от этой казни отказался. Иисус приготовил для нас, говорит пастор Абай, вечную жизнь и искупление. Мы избраны Богом и спасены Иисусом для вечности. Это высокая честь для нас быть детьми Божьими, чтобы нам держаться веры, спасительной веры, восхвалять Христа восхрешива, возлюбившего нас. Божий Сын протянул к нам руку из вечности как друг, как брат, как Творец, как Господь. Он протянул эту руку с трона, который выше всех трона. Он хозяин жизни, ему дана власть на земле и на небе, и он дал нам спасение, и спасибо Отцу Небесному за спасение в Иисусе Христе, и благодарим за праздник воскресения, за то, что Иисус воскрес, и дай нам, Господи, твердость пребывать в вере, которую мы приняли всем сердцем и умом. Во имя Иисуса Христа. С Богом, братья и сестры. Благодаря и сестры.